Село Желябовка Нижнегорского района. Местным жителям есть чем гордиться. За последние семь лет здесь построили новые детские и спортивные площадки. Отремонтировали дороги, провели реконструкцию зданий школы и детского сада. Работники культуры тоже ждут перемен. Был запланирован ремонт, сделали вот сейчас документацию на капитальный ремонт здания. Всему крымско-татарскому народу дана возможность принять участие в жизни региона, в том числе и посредством выборов. И я советую, чтобы вы все пришли и сделали свой выбор. Наше будущее зависит от каждого из нас. Развивается республика и в духовном направлении. Главным для мусульман стало сохранение мира на крымской земле. Верующим возвращают культовые сооружения. В городах и селах строятся и реставрируются мечети. За последние годы увеличилось число обучающихся религии в Медресе. Мы всегда должны быть активными, участвовать во всех мероприятиях. Если вы спросите, пойду ли я на выборы, я отвечу – конечно. Пойду обязательно. Это мой гражданский долг, моё право, которое никто не может у меня отнять. Это моя чёткая позиция. Она должна быть у каждого. Мы – народ, и мы обязательно должны участвовать в жизни нашей республики и созидать ради общего блага. Проект века. Строительство главной мусульманской жемчужины – большой соборной мечети в крымской столице ждут с нетерпением все мусульмане. Самая крупная мечеть всей Восточной Европы поражает своей красотой. Этого события ждали более 12 лет, а к работам приступили лишь в российском Крыму. Какой будет наша страна в ближайшие пять лет, зависит только от нас. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Алиме Мустафаева, телеканал Миллет.